МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире Гомель и это студия на Пушкина 8. Жизнь Гомеля и области в лицах и комментариях. Все самое интересное в ближайшие 40 минут, как на ладони. ВИЧ-спит по-прежнему одна из серьезных угроз человечеству. Однако отношение к ней постоянно меняется. Эксперты предлагают вместо штампа «спит чума 21 века» говорить о вирусе, как о проблеме, которая касается даже тех, кого не касается. Итак, мы начинаем. Я с удовольствием представлю экспертов программы. Наш постоянный гость, главный государственный санитарный врач Гомельской области Александр Тарасенко. Александр Александрович, рад видеться. Белости, прошу. Председатель экспертного совета информационной стратегии по ВИЧ-спиду в Республике Беларусь, специалист по работе с общественностью и коммуникацией ЮНЕЙТС в Беларуси Сергей Крученин. Сергей, здравствуйте. Белости, просим. Аутрич, работник программы «Снижение вреда» Надежда Филиппова. Надежда, здравствуйте. Располагайтесь. И преподаватель Гомельского государственного медицинского университета Олеся Ласточкина. Олеся, здравствуйте. Рад видеться. Итак, уважаемые гости, в самом начале только показательная статистика в тему разговора. Проблема ВИЧ-спид по-прежнему гиперактуальна и для Беларуси. Сергей. Ну, я бы не говорил слово «гиперактуальна». Она просто актуальна. С учетом того, как вы сказали, что ВИЧ-спид, ВИЧ-инфекция – это не чума 21 века, а это, вы сказали, вирусы, а лучше было бы употребить хроническое заболевание. Конечно, она по-прежнему является одной из самых опасных заболеваний, неизлечимых, хронических, но с появлением антиретровирусной терапии человек с диагнозом ВИЧ-инфекция может жить при соблюдении определенных условий приверженности к лечению ровно столько, сколько и любой другой человек. И все же факт остается фактом – большинство ВИЧ-инфицированных проживает, к сожалению, именно в Гомельской области. Александр Александрович, подключайтесь к разговору. Да, действительно, это так. На сегодняшний день в Гомельской области проживает 6300 ВИЧ-инфицированных. А если говорить об общем количестве зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции, это, начиная с 1987 года, 9700 человек. Поэтому печальная статистика, конечно, для Гомельской области она есть, но я скажу, что по республике этот удельный вес составляет 44%, но с каждым годом мы удельный вес по республике Гомельской области снижаем. И все же это официальная статистика. Многие эксперты говорят о том, что для того, чтобы узнать реальную цифру, нужно отчетную цифру, отчетные данные умножить как минимум на 5. Ну, я бы не сказал бы так, потому что у нас действительно ситуация по ВИЧ-инфекции в республике не такая, как в странах Африки, допустим, где составляет количество ВИЧ-инфицированных 10 и более процентов от количества населения. Поэтому, да, действительно, кто-то не знает о своем статусе, но я не считаю так, что можно умножать эту цифру на 5. Я не хочу утверждать, что это на 5 или на 10, но действительно опасность того, что реальная цифра гораздо выше, она существует. И это связано с тем циклом течения ВИЧ-инфекции в организме человека. То есть первая стадия, которая называется серонегативное окно или стадия сероконверсии, это этап, который может занимать от 3 до 6 месяцев с момента заражения. И это самый, так сказать, опасный этап в течение ВИЧ-инфекции, так как вирусная нагрузка в этом случае после заражения достаточно высока. Да, но наши, как бы, тесты, которые определяют, мы можем определить... Результаты и не увидеть объективного, да, Сергей? Да, я бы тут уточнил просто медицинскую терминологию простым языком. Дело в том, что одна из главных причин, почему многие не знают свой ВИЧ-статус, так, это обыкновенная боязнь человека пойти и сдать тест на ВИЧ. И стратегия ЮНЕЙС 90-90-90 говорит о том, что 90% людей должны знать свой ВИЧ-статус. Надежда, я вас представил как аутрич-консультанта. Расскажите вообще, как пришли в эту сферу сами? Ну, в силу того, что когда-то у меня тоже были проблемы с наркозависимостью, когда-то давно мне помог аутрич-консультант. Когда-то давно я стала получать и обменивать шприцы на автобусах МКП. Когда-то давно я стала раздавать их. Ну и со временем это перешло в волонтерскую деятельность. А далее я стала этим заниматься и... Профессионально. Да, и вы знаете, что я могу сказать? Если я хотя бы одному человеку помогла, мне это приносит такое удовлетворение, но вот серьезно, учитывая особенно стигматизацию и самостигматизацию наркопотребителя, что ты такой весь плохой, это приносит такое удовлетворение. Это пример человека, который решил для себя очень много сложных проблем и сегодня помогает бороться со сложностями, с опасением другим. Безусловно. Программы снижения вреда, они работают. Это не что-то конкретное. Это вкупе ряд мероприятий, которые должны быть. Это антиретровирусная терапия. Это заместительная терапия метадоном. Это социализация людей. Вот на заместительной терапии в том кабинете, который я посещаю, 90% трудоустроенных. Они до этого никогда не работали. И еще важный момент. Вызвать доверие у человека с проблемой может, наверное, вызвать тот человеку, который уже прошел через это. Да, это закрытая группа. А вот речь работник, тот, который пережил все то же самое, так, знает о чем, соответственно, все эти страдания, зависимости эту. Он тот, как ключик, который открывает дверь, куда заходит потом медицина, соответственно, наркологи. Все те, которые могут оказать помощь. Александр Александрович, по-прежнему Светлогорский район в лидерах не в самом хорошем рейтинге, не так ли? Да, действительно так. Но тенденция по Светлогорскому району, она кардинально изменилась. Если говорить про 90-е годы, когда в 97-м году мы могли регистрировать там до 700 ВИЧ инфицированных, то сегодня это да, 150, но 150 лишь потому, потому что с 2013 года в связи со сложившейся ситуацией принято было решение по сплошному скринингу или, проще говоря, по обследованию. При каждом медицинском обследовании взрослых в лечебные учреждения. И это, конечно же, дает свои результаты. Александр Александрович, я знаю, что до переезда в Гомель вы были главным государственным санитарным врачом того самого Светлогорского района. А значит, знаете проблематику изнутри. В чем основная проблема такой не самой радужной статистики, такой ситуации, которая сложилась в одном из самых молодых регионов Белоруссии. И, быть может, эта проблема далеко не одна. Проблема, как я уже говорил, конечно же, если заходить в историю, это, опять же, 96-97 годы. Ведь известно, что Светлогорск это молодой город, куда съезжались граждане, молодые люди со всего Советского Союза. Мы знаем, как ситуация развивалась после распада Советского Союза, когда не было чем занять свой досуг. И, соответственно, что? Начинала молодежь употреблять наркотики. Инвестиционный путь был в основном передачи до 90 даже и более процентов. То есть, другими словами, тогда вовремя не заметили, не остановили? Нет, заметили, остановили. И на сегодняшний день, как я уже говорил, ситуация меняется коренным образом. То есть, темпы роста, они уже на протяжении трех лет стабилизировались и имеют тенденцию к снижению. Я думаю, что Светлогорск на сегодняшний день это тот регион, который может показывать эффективную работу по профилактике ВИЧ-инфекции. Мы понимаем, что наркотики по-прежнему являются основным очагом распространения ВИЧ-инфекции? Безусловно. Так вот, скажите, в этой связи карательные меры не всегда работают? Какие еще варианты нужны, чтобы менять ситуацию? Пенитенциарная система тут не поможет, и это факт. Опять-таки, нужно заметить, что давайте немножечко на пять лет откинемся. Тогда наркотики не так сильно мешали. Как изменилась наркосцена, вот настолько сильно поднялось заражение ВИЧ-инфекцией. Обратите внимание, даже за последний год с появлением вот этих вот солей и прочих наркотиков сильно возросло заражение. Сергей, и все же, чтобы зрителям было понятно, кто сегодня наиболее в группе риска? Вы знаете, сейчас, конечно, по-прежнему остаются три главные уязвимые группы. Те, которые являются основными источниками, резервуарами, где сохраняется вирус. Это, в первую очередь, потребители инъекционных наркотиков, о которых говорила Надежда, и которые подтверждаются всей статистикой. Дальше, это женщины секс-бизнеса. Это мужчины, имеющие секс с мужчинами. То есть, это три по-прежнему, в данном случае, это там, где консультация, но это не значит, что любой человек, который не относится к потребителям инъекционных наркотиков, который не относится к категории женщины секс-бизнеса, который не относится к мужчинам, имеющим секс с мужчинами, не является полностью уже абсолютно безопасным. По одной простой причине, остается половой путь передачи. И все же, осведомленность и беспечность по-прежнему идут в рось. Статистика говорит, что сегодня все больше случаев заражения вирусом иммунодефицита человека взрослых, достаточно успешных и зачастую обеспеченных людей. Я хочу отметить такую тенденцию. Первые случаи ВИЧ-инфекции были зарегистрированы в 1997 году. И первые пять лет самым распространенным путем передачи ВИЧ-инфекции были именно инъекционные наркотики. И спустя некоторое время, сейчас мы констатируем, что превалирующий путь передачи – это половой путь. Всегда, когда мы проводим экспресс-тестирование на ВИЧ, я очень часто задаю вопрос. Вы святой? Святых нету. Так? Раз. Я говорю, у вас был хоть раз один какой-нибудь незащищенный половой контакт, случайный половой контакт. Вот уже только два этих пункта дают основания в отношении того, что вам нужно сдать тест на ВИЧ. Я не гарантирую то, что у вас, естественно, есть, но нужно следить за собой. Как минимум для своей безопасности. Александр Александрович, я хотел бы еще уточнить, были ли случаи в нашем регионе зафиксированы, много ли их, и вообще можно ли это отследить? Случаи целенаправленного заражения ВИЧ-инфекцией здоровых людей? Такие случаи фиксировались у нас, умышленные заражения. Конечно же, по таким случаям законодательным органам или же судом принимались решения о ограничении свободы. И такие случаи у нас ежегодно по всей Гомельской области, особенно в регионах таких как Светлогорск, Речица, Гомель, они фиксируются. А мне подсказывают, есть дополнение из зала, предлагаю выслушать. Здравствуйте. Наталья Крут, Минская городская коллегия адвокатов. Я вот к вопросу о целенаправленном заражении хотела бы дополнить о том, что на самом деле предусмотрена уголовная ответственность не только за целенаправленное заражение, но и в принципе за заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ. То есть речь не идет о прямом умысле. Прямой умысел квалифицируется только по третьей части указанной статьи. Остальные две даже не требуют умысла. Достаточно, чтобы человек знал о том, что он болен и сознательно имел половой контакт с ВИЧ-отрицательным человеком. Пара, где один муж или, предположим, жена ВИЧ-положительная, другой супруг ВИЧ-отрицательный. Да, вы правы. Закон написан так, что сейчас в принципе в любой момент можно привлечь уголовные ответственности. Сейчас идет речь о внесении изменений в законодательстве. Но есть маленький нюанс. Это закон действует только тогда, если будет написано заявление, что кто-то считает себя потерпевшей стороной. Буквально коротко об ответственности. Какая сегодня ответственность предусмотрена? Если коротко, то от штрафа до 10 лет лишения свободы. В случае, если заражение не произошло, вероятнее всего ВИЧ-положительный, который допустил контакт, делается штрафом. Самая большая ответственность, естественно, по третьей части за заражение либо нескольких лиц, либо заведомо несовершеннолетнего, либо с прямым умыслом, то, о чем мы говорили. Спасибо. Суетнов Олег Николаевич, заведующий отделом профилактики ВИЧ-СПИД, государственного учреждения Гомельской областной ценой генопедемиологии и общественного здоровья. Хочу немножко восстановить хронологию событий. Первый случай ВИЧ-инфекции в Гомельской области был в 1987 году. До 1995 года инфицирование было половым путем. Это всего лишь было 10 случаев. И ВИЧ-инфекция именно в стадии развития, как эпидемии, началась с 1996 года. Наркопотребители. Сегодня, начиная с 2002 года, потребители инфекционных наркотиков не имеют такой же актуальности, как было в 1996 году. Но это не сбрасывает того направления работы, которое мы делаем спинами, извините. Сегодня 95-96% в Гомельской области заражаются половым путем. И, как правильно говорилось, это не то, что там люди потусторонние и так далее. Это хорошие, нормальные люди и так далее и тому подобное. И у нас сегодня проблема именно в этом направлении. И все же, зритель ждет ответа. Как же уберечься от ВИЧ, как понимаю, должна работать связка. Как минимум из трех пунктов. Ответственность, верность партнеру и презерватив. Олеся, согласна? Вы знаете, я бы хотела привести пример на африканской стране Уганда. Там была хорошая программа. Как вы знаете, опять же, с 1991 года эта страна являлась лидером по заражению ВИЧ-инфекцией. И в 1991 году было зафиксировано 15% населения официально подтвержденных фактов ВИЧ-инфицирования. И эта страна, она одна из первых, приняла очень интересную программу профилактики ВИЧ-спида. Значит, была разработана такая программа, которая состояла из трех этапов. A, B, C. Первый, abstinence, это воздержание до брака, хранение себя до брака. Второй, это верность браке супругов. И третий, C, это использование презерватива, опять же, в тех случаях, когда мы говорили в отношении, допустим, женщины секс-бизнеса и так далее, наркоманы. Вот, но основные, то есть, благодаря этой программе, 93% населения этой страны, они избрали именно путь воздержания до брака и верность в браке. Но мы же понимаем, что это сложно, как наводку для каждого из гостей пропагандировать. Дело в том, что те данные, о которых говорит Олеся, это данные начала нулевых годов. Вы знаете, какой у нас? Сейчас 2016-е. В нашей стране признаны только два источника по статистике, касающей ВИЧ-инфекции. Что касается страны Беларуси, это Министерство здравоохранения. Что касается всего мира, это объединенная программа по ВИЧ-спиду ООН, ЮНЕЙЦ. Буквально тезис, на что говорят эти источники. По статистике, Ован, Уганда. К началу нулевых годов, когда потом после вот этой программы ABC начался дикий рост, потому что, извините меня, святых нету, не работает это, так, тем более в Африке. Там сейчас пошли, естественно, традиционным путем, работая, как во всем мире, по стратегии ЮНЕЙЦ 90-90-90. И никто не говорит, что презератив это панацея, так, не может быть панацея. Для кого-то может быть действительно верность, это именно то, что может остановить. С точки зрения Министерства здравоохранения и ЮНЕЙЦ, так, презератив это самое надежное средство профилактики. У меня есть в тему разговора, Сергей, цитата одно из интервью, в котором Олеся приводит пример. Представьте себе, что вы покупаете билеты на самолет компании, безопасность полетов которой гарантируется на 80%. То же самое происходит при использовании презерватива при случайных связях. Вы согласны на такой риск, спрашивает Олеся. Буквально короткий комментарий ваш. Ну, эти цифры, они были взяты не просто с потолка. Значит, я руководствовалась этими исследованиями. Конкретно исследования проводились в Вашингтонском университете профессором Дэвидс и Уэльс. И эти исследования... Да, в начале нулевых годов. Сергей, секунду. Да, в начале нулевых годов, но тем не менее, благодаря этим исследованиям, были проведены очень колоссальные опросы среди населения. То есть это сотни, сотни, сотни в различных регионах. Их результат какой? Результат 80-85%. То есть, да, действительно, презервативы, они защищают только на 80-85%. Хорошо, тогда вопрос от меня и от зрителей «Беларусь-3». Мы немножко запутали всех нас. Есть ли и презерватив, не панацея? Что делать? Вообще панацея нет. Панацея нету. Но у зрителей есть прямой вопрос. Как защитить себя и своих близких? Так вот, я еще раз говорю, что, соответственно, есть презерватив, который защищает на 98%. Так? Наденьте. Все остальное, остальные эти проценты остаются на неправильное использование, неправильное хранение. Так? При этом важный фактор является, опять-таки, что сам презерватив не работает. Работает человек. Так? Работает его ответственность. И никто не говорит, но я еще раз подчеркну. То есть проводилось исследование уже не какого-то-то Вашингтонского института, а, например, у нас даже в Беларуси и в других странах под дисконтартным паром. Так? Когда один ВИЧ положительный, другой ВИЧ отрицательный. Когда еще не назначили лекарства одному из ВИЧ положительных. Так вот, ни одного случая, и не использовали презерватив, естественно, ни одного случая передача ВИЧ не зафиксирована. Как у нас, так и во всем мире. В Англии проводилось такое исследование. Брали тысячу семейных пар. С ними заключали определенный договор, на основании которого эти семейные пары должны были в течение года жить половой жизнью, используя презерватив. К концу года 15% женщин из этих семейных пар были беременны. О чем это говорит? Женщина может забеременеть в течение года только 60 дней. То есть в месяц это в среднем 30-5 дней. То есть 60 дней презервативы, 60 дней в году, они смогли защитить только на 85%. Естественно, распространение ВИЧ-инфекции, любой человек может заразиться 365 дней в году. И, соответственно, процент увеличивается. Мы разговаривали о 80-х, 90-х годах, да? И мы разговаривали о нулевых и вот теперешних. ВИЧ тоже разный. Я вот недавно посещала интересную лекцию. Что значит намеренное заражение ВИЧ? Какой-то вот злой чувак взял, уколол себя иголкой, ходил по клубу реактор и тыкал всем в попу. Он не заразит их ВИЧом. Потому что царапка ничего не сделает. Опять-таки, есть у нас иммунитет и есть вирусная нагрузка. Вот то, о чем мы говорили в начале. Когда он принимает лекарства, иммунитет повышается, нагрузка стремится к нулю. Он не заразен практически. А что вы знаете про ВИЧ-спид? И именно с таким с виду примитивным вопросом на днях на улице областного центра вышла моя коллега Юлия Борисовец. Внимание на экран. Это вирус иммунодефицита человека. Передается через кровь и через биологические жидкости. Я домой опоздал. Извините. Вы лучше не записываете. Хорошо, чтобы не было проблем у вас. Инфекция. Спид. Передается слюной. Бывают у наркоманов. Чем отличается ВИЧ от спида? Разные стадии заболевания. ВИЧ, по-моему, последняя. Передается половым путем. Петловым путем. ВИЧ и раскроется. Предохраняться надо правильно все. А правда, что через укус комара можно заразиться? Не, мне кажется, неправда. Ну, если комар укусил, может, спидозного какого-нибудь. Не, мне кажется, неправда. Не, ну, это нереально, наверное, да. Скорее всего. Я знаю, что спид – это другая стадия инфекции ВИЧ, которая уже является заболеванием. И в стадию спида после ВИЧ переходит болезнь через определенный период времени. Спид – это чума 21 века. Это очень серьезное заболевание. Многие вообще не задумываются, насколько оно серьезно. Но передается оно через кровь, через иглу. Можно зарядиться. В редких случаях можно заразиться у зубного врача. В эфире «Гомель» – это студия на «Пушке на 8». И мы продолжаем. Александр Александрович, короткие комментарии по только что увиденному материалу. Ну, хочу сказать, что, исходя из показанного репортажа или опроса, конечно же, необходимо всем ведомствам, в том числе и не относящимся к медицине, продолжать информационно-образовательную работу. Потому что видно, что некоторые сомневаются и по путям передачи, и по мерам профилактики и так далее. Поэтому надо продолжать данную работу. Но и хочу сказать, что если сравнивать сейчас вот ваш опрос и опрос, который, допустим, проводился бы еще 10-15 лет, то мы бы, наверное, только и слышали чуму от 20 века и передается только через наркотики. Знаете, Александр Александрович, а мне все-таки кажется, что мы столько информации даем про ВИЧ-спид, столько об этом информации, и в то же время люди как бы зомбированы. Я смотрю, вроде ребята молодые, моложе меня, мне 31. Какой нонсенс! Вот стоит молодой человек, у него две татуировки на груди, огромные. Он рассуждает про комара, но если комара кусил, еще вот туда, наверное, он заразный. Ну что за бред, ну ей-богу! И очень сложно изменить вот этот стереотип, который возник. Теперь уже на тему ВИЧ, после тех кампаний, у людей просто закрываются уши в трубочку, и они просто не слушают, видят там что-то, вот я не буду досмотреть и так далее. И очень сложно найти правильный подход для того, чтобы достучаться до людей. И не вина вот этих парней, которые, так сказать, так говорят. Это наша всех вина, мы должны находить правильное подход. Мне подсказывает, есть история в тему разговора. Слово представителю волонтерского движения Союза молодежи Веронике Рожковой. Вероника, здравствуйте. Здравствуйте. Есть такая короткая история, и сегодня в процессе нашего разговора не была задета эта тема, но тема для меня действительно очень больная. Приехав в одно из социальных учреждений, подготовив всех волонтеров, соответственно, нас предупреждают, что среди деток есть дети, которые больны с ПИДом. Мои волонтеры, которые работают в данных социальных учреждениях, соответственно, имеют навыки при работе с такими детками. Но опять-таки был приведен пример, и мне было стыдно не за ту команду, которая работала уже до нас, но приведен пример администрации. Дети в социальных учреждениях, они, понимаете, им не запретишь выносить информацию. И, соответственно, детки другие подбежали и сказали, а у него спит, не подходите к нему, а у него спит. И что сделали волонтеры? Что сделали волонтеры, которые работали до нас? Они тут же свернули всю свою программу и уехали сдавать анализы в областную санстанцию. Мне было, понимаете, с одной стороны сказать, что здесь стыдно за волонтеров? Нет. Стыдно за общество? Нет. На сегодняшний день хочется поднять проблему не информационно-образовательной базы, как это все передается. Вроде бы информации много, а как выделить главное, так чтобы каждый мог пользоваться ей. Хочется, если бы этот мальчик, который, либо девочка, больный с ПИДом, в социальном учреждении, разбили бы коленку, мои волонтеры вместе со мной были бы первыми, кто оказывает помощь. Мы не проинформированы о том, что через царапину, через обычное объятие ребенка СПИД не передается. И, как сказал молодой человек, СПИДозники, СПИДозники. Кто дает право детей, матерей называть именно таким вот словом? Более детально предлагаю поговорить о диагностике. Где сегодня можно пройти тест на ВИЧ, к примеру, в Гомеле? Слово эксперту программы, заместителю главного врача Гомельской городской центральной поликлиники Александру Войтюкову. Добрый день. На сегодняшний день обследование на ВИЧ в городе Гомеле организовано во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения в центре профилактики ВИЧ-СПИД Гомельского властного центра гены эпидемиологии общественного здоровья. Ну, с учетом расстояния передвижения, я думаю, что гораздо проще в территориальном поликлинике по месту жительства любому человеку обратиться и пройти обследование. Каждая поликлиника обладает мощностями, чтобы произвести этот тест. Это, другими словами, чтобы было понятно, анализ крови более расширена? Да, совершенно верно. То есть требования, которые предъявляются к учреждению, которые осуществляют забор материала для исследования наличия процедурного кабинета. Ну и, соответственно, подготовленный медицинский персонал и необходимые расходные материалы. Проводится забор крови, венозной крови. В часы работы процедурного кабинета. И материал этот доставляется в Центр гигиенопедемиологии. И еще один вопрос, который, уверен, многих волнует, который возникнет у зрителей. Это бесплатно ли это услуга? И самое главное, анонимность гарантируется? Данное исследование для граждан Республики Беларусь проводится на бесплатной основе. И по желанию пациента он может пройти обследование анонимно. То есть не называя свою фамилию и, так сказать, иные данные. В данном случае проводится соответствующая маркировка биологического материала для того, чтобы в последующем... Анонимность гарантируется? Да. И анонимность данного исследования гарантируется. Как же группы риска? Если это семьянин, как же группы риска? Его жену, детей надо информировать. Многие просто боятся идти в поликлиники, потому что там по месту жительства... А уж, простите, потом в семью боятся идти после таких результатов? Да, потому что там есть знакомые и так далее. Скоро в аптеках должны появиться у нас тесты, экспресс-тесты на ВИЧ. Что это значит? То есть лабораторию можно перенести прямо к себе в квартиру? Уже будет приниматься решение в отношении того, что это экспресс-тестирование соответственно будет засчитано как первый тест. То есть вы покупаете в аптеке экспресс-тест по крови либо по слюне, приходите и проводите дома самотестирование. У вас есть результат. Сергей, я вас прерву. Экспресс-тесты сегодня в студии. Да, конечно, в студию. Когда мы к вам приедем, естественно, и не только показать, но и можем, соответственно, сразу предложить вам провести такой тест. Ну и, соответственно, для всех желающих в студии. Так? Просто как тест на беременность. Даже проще. Ну, вот уже, Надя, забегая вперед... Это не новинка. Мы анонимные пункты работают у нас в Гомельской области, и в Гомеле, и в том же Сатлогорске. И любой желающий может подойти передвижной или стационарный и провести... То есть вариантов, Александр Александрович, достаточно много. Да, совершенно верно. То есть это уже не новинка, но по аптекам это будет, да. Ну, вот смотрите, Александр, вы готовы провести тест? Я так понимаю, что профессия обязывает... Да, я могу сказать, что вы уже в Гомельской области первый, но в нашей стране не первый ведущий, который делает тест, ну, не в прямом эфире, но, по крайней мере, в записи. Значит так, вот этой лопаткой вы проводите по своей верхней и нижней десне сверху, снаружи и изнутри и по щекам, чтобы собралась с двух сторон слюна. Так. А мы пока подготовим второй этап. Так. Я же напомню, наши ассистенты сейчас раздают всем желающим в студии подобные экспресс-тесты. Будем считать, что это совместный проект. Теперь опускаете сюда. Так. Здесь реактив, я так понимаю, в пробирке. И, соответственно, вот через 15-20 минут здесь появится одна или две полоски. Девушки шутят, что практически как тест на беременность. Девушки шутят, не только девушки, все шутят, потому что это уже известно всем с тест на беременность. И, соответственно, если одна полоска, то ответ отрицательный. Если две полоски, то ответ вам нужно обратиться к врачу и сдать тест уже по крови. Достаточно его высокая эффективность, то есть 98%, но процент ложноположительных тестов всегда бывает. признаюсь честно, несколько недель назад Сергей мне предложил пройти экспресс-тест на ВИЧ и оставил один из экземпляров комплекта необходимого для тестирования. Кажется, 20 минут и результат известен. Но два дня я морально готовился к тому, как это сделать. Как бы ты, просто хочу поделиться впечатлениями, как бы ты не был уверен в себе, в своих близких, но это гиперответственный момент. Дождавшись, когда не будет рядом со мной никого, я прошел этот тест и 20 минут это были самые беспокойные 20 минут за последние несколько лет. Но этот шаг, наверное, действительно нужно сделать каждому для того, чтобы следующие годы были более спокойными. что еще может мотивировать людей к сдаче вот таких экспресс-тестов? Это должно войти в привычку каждой семьи? Я думаю, что если не в привычку, то ответственность за свое здоровье должен нести каждый гражданин нашей области и республики. Не надо думать так, что пока у меня не будет каких-то симптомов, пока их не определит врач или не направит врач на обследование и вот тогда уже я буду сдавать тест на ВИЧ. Надо, если есть какие-то сомнения, рискованное поведение, то взяться смелости и пройти, если уже так и боитесь, то анонимно и вы будете знать свой результат. В том числе и экспресс-метод. Мне очень нравится название проекта, который сейчас реализуется в нашей стране. Очень четкая мысль, которая должна направить каждого из нас, обратить внимание на данную проблему, на ситуацию в стране и мире. Проект называется так. Касается даже тех, кого не касается. Другими словами, проблема, которую сегодня мы поднимаем, она действительно касается каждой семьи. Сергей, буквально коротко расскажите о концепции данного проекта. Ну, вы уже в принципе по существу рассказали. Это просто касается ВИЧ-спида и касается первых 90-х. В рамках стратегии ЮНЕЙС 90-90, 90% должны знать свой ВИЧ-статус. Ну, вы сами описали, что даже, ну, скажем так, социально благополучному, который, в принципе, человек примерно о себе все знает, так все равно достаточно опасно пойти сдать тест на ВИЧ. И вот в рамках этой кампании мы используем то, что может достучаться. Вы знаете, что у каждой целевой аудитории есть свои кумиры, есть те, которым люди больше доверяют. Например, в рамках всей Восточной Европы и Центральной Азии лицом кампании является посол Доброй Воли ЮНЕЙС Восточной Европы и Центральной Азии Вера Брежнева. Вот вы видите на экране это лица нашей кампании. Это и посол Доброй Воли ЮНЕЙС Светлана Боровская в Республике Беларусь. Это и другие известные лица. И они еще будут расширяться. Более того, концепцией кампании является то, что в каждой свое лицо кампании. Знаете, кто будет лицом кампании в вашей Гомельской области? Уже была подсказка на экране. А, уже подсказка была, я не видел. Ну, вы видите, Александр Говейко лицо кампании. То есть, в принципе, с помощью вот этого инструмента это как тот ключик, который находит... Он приходит к вам, я имею в виду, обращаясь к зрителям Гомельского телевидения, так, достаточно регулярно с теми вещами, которые люди привыкли доверять. И если из его уст, извините, что я уже говорю, с Александра, звучат вот эти слова, то, естественно, какой-то элемент доверия больше. Так, конечно, это должно расширяться. И главный символ кампании сдай тест на ВИЧ. Так, узнай свой ВИЧ-статус. Мы хотим расширять, делать, например, и привлекать модную индустрию в этом плане, что сдать, знать свой ВИЧ-статус это модно. Много других. И не только потому, что здесь самый высокий уровень ВИЧ-инфекции, а просто здесь очень хорошие люди живут и здесь именно добиваются высоких результатов. Ну, например, заместительная терапия первая началась в Гомельской области. Одной из первых кампаний касается даже тех, кого не касается, подключилась известная певица Вера Брежнева. У нас есть короткий видеоролик в тему разговора. Давайте посмотрим. Буквально через 30 секунд вернемся в студию и продолжим. Это все в прошлом. Меня это не касается. Это не моя проблема. Об этом никто не узнает. Игнорируя эпидемию ВИЧ-инфекции, мы рискуем сами и подвергаем риску партнера. Остановить вирус можно, если вовремя сдать тест на ВИЧ и начать лечение. Победим спит вместе. Касается даже тех, кого не касается. Касается даже тех, кого не касается. Тема выпуска сегодня. И я хотел бы передать слово всем тем, кто в студии. Это представители самых разных общественных объединений Гомельской области, которые наиболее плодотворно работают в этом направлении. Костюк Олейся, заместитель председателя областной организации Красного Креста. Красный Крест работает в рамках профилактики ВИЧ-инфекции, снижения вреда, у нас есть пункты для потребительных наркотиков, для женщин секс-бизнеса. Также мы работаем по профилактике с молодежью и с населением Гомельской области. Это единительность, если не ошибаюсь, около 15 лет. Да, мы занимаемся этим более 15 лет. Также среди населения и среди молодежи мы больше акцент делаем на все-таки на работу толерантного отношения к людям с ВИЧ-инфекцией, на то, что необходимо снижать стигму и дискриминацию в отношении данной категории. Рожкова Вероника, Гомельский областной комитет Белорусского Республиканского союза молодежи, координатор волонтерского движения по городу Гомель и Гомельской области. Все наши акции направлены соответственно на информационно-образовательную базу, чтобы просветить где-то и молодежь, это и студотряды, это и остановись, спит там, и стены памяти мы делаем, и шарики запускаем в небо с именами ушедших уже из жизни людей известных. Но на сегодняшний день, пересмотрев данную проблему, у нас планируется очень много акций, именно целенаправленных на наше общество. Это не проблема. Мы живем в этом обществе, и мы должны принимать тот мир, в котором мы живем. И одна из них будет очень в скором времени, может даже к 29 числу, предложение если рассмотрится. Мы хотим сделать такие живые щиты с надписью «Если у меня ВИЧ, то вы пожмете мне руку». Говорят, сегодня молодежь не читающая. Извините, это, наверное, не так. И подтверждение этому, вот эта трилогия, которая была издана нашим гомельским писателем Александром Джадом, книги называются «Зона отчуждения», рецидив, как бы чего не вышло, начиная с 2005 года совместно с нашим Гомельским Центром Генепидемиологии написано про молодежь. Она вышла большим тиражом, она была распространена, но я считаю, что каждому молодому человеку нужно ознакомиться с этой тематикой. Здесь написано о том, как сегодня эта проблема проникает в общество, как проблема реализуется, как проблема это профилактируется. Здесь довольно хорошо написано. АПЛОДИСМЕНТЫ Жанна Агусте, время подводить итоги программы. У каждого из вас по традиции есть буквально по одной минуте. Алиса, начнем с вас. Я бы хотела сказать, что ВИЧ-инфекция, все должны знать, что ВИЧ это убийца. Для него нет ни молодых, ни старых, для него нет богатых и бедных, для него нет белых и черных. Спустя 25 лет, в 2010 году, буквально провели исследование. К 2010 году в Филиппинах общее количество ВИЧ-инфицированных составляло всего лишь 5 тысяч 715 случаев ВИЧ-инфицированных. О чем это говорит? Это говорит о том, что страна, которая была одной из первых, Липа такая. Это не Липа. Это Липа такая, Рене Вы говорите 10-й год. Дело в том, что... Рене исследование проводил. Я вам сказал, что только Юнейд собладает полной информацией. По 2015 году минимальное распространение, 1% распространенности ВИЧ-спида в Таиланде, только благодаря всем программам, которые действуют. А в Филиппинах за счет опять-таки огромного количества норкопотребления там зашкаливает. А я хотела бы сказать, как раз-таки о том, что люди, норкопотребители, люди, которые работают в программах снижения вреда, которые участвуют, клиенты заместительной терапии, как раз-таки пожмут руку. И они как раз-таки намного больше осведомлены на этот счет, делятся этой информацией. И осторожнее к этому относятся. Хотелось бы обратить внимание, что из моих знакомых три пары, одна из которых, две сформировались прямо на программе ЗТМ, имеют деток. Пары вещь позитивные, детки здоровые. Закончили принимать методом и благополучно продолжают жить дальше. Хотелось бы, чтобы все люди понимали, что это не чума. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я хотел бы, чтобы наши уважаемые телезрители, все здесь сидящие в студии, пользуются таким принципом. Перейдите свое здоровье и здоровье своих близких и исключите рискованное поведение. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне хочется сказать, что, учитывая превалирующий путь передачи, это все-таки половой, как уже было сказано, 90-95% ВИЧ-инфицированных в Гомельской области, они, в общем-то, получили ВИЧ половым путем. И хочется подчеркнуть, что сексуальная свобода это самая азартная роскошь, которая может позволить себе человечество. И ценой этому здоровье, деньги, много раненых сердец и разбитых судеб. Поэтому берегите себя, берегите своих близких и храните верность себе и своему нужному. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня две вещи. Первое, это то, что Беларусь в июне этого месяца получила сертификат о том, что у нас ликвидирован вертикальный путь передачи, то есть, соответственно, от матери к ребенку и все дети могут рождаться. И это достижение. Здорово. Это достижение Беларуси, которое одно из немногих стран Восточной Европы. Ну и второе, я тут поддержу Александра Александровича в том, что главной ответственность за свое здоровье несет сам человек. И что он будет делать и как он будет делать зависит только от него. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До скорого. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин